МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во владениях Её Величества снова не всё в порядке. На этот раз воду вокруг британских островов мутят китайские коммунисты. Они нашли путь к сердцам депутатов парламента королевства, причём путь этот оказался до смешного простым и вёл через кошельки законодателей. Воспетая в книгах, кино и сериалах британской военной разведки МИ-5, официально отправленным на имя спикера парламента письмом, уведомилась законодателей о том, что к ним подбивает клинья агента, вернее, агенша китайского правительства. В письме говорилось, что сотрудница китайского посольства в Лондоне Кристин Ли ищет выходы на парламентариев для того, чтобы потом использовать связи с ними в не очень чистых целях. Разведчики считают, что госпожа Ли не просто советница в посольстве, а шпионка, выстраивающая сеть агентов влияния, ориентированных на Пекин. Вся эта история с разоблачительными письмами больше похожа на спектакль, чем на операцию военных спецслужб. Всё-таки разведка обычно предпочитает действовать тихо и незаметно, но на то она и разведка. А тут вдруг такое прямо показательное публичное выступление. Но, похоже, это показательное выступление и есть главная часть операции. С помощью широкой огласки спецслужбы хотят донести до Пекина одну простую мысль. Мы знаем, что вы пытаетесь расшатать нас изнутри. Видим, как работают ваши агенты и готовы в любой момент дать им по рукам. К слову, Пекин отреагировал на письма британских разведчиков вполне ожидаемо. Заявил, что они там пересмотрели фильмов о Джеймсе Бонде и потеряли связь с реальностью. И это не единственное последствие громких разоблачений. Оказалось, что сын Кристин Ли работает в офисе одного из законодателей, Барри Гердинера. Вернее, работал. Как только в парламент пришло письмо от спецслужб, Гердинер парня уволил и начал оправдываться. Не знал, мол, и даже предположить не мог. Хотя, наверное, мог. За последние годы депутат вполне официально на свои депутатские счета получил от Кристин Ли больше полумиллиона долларов. Эти деньги шли как пожертвования на избирательные кампании и прочие депутатские нужды. Фиксировались в декларациях и вообще были на виду. А вот что было не на виду, так это причины щедрости сотрудницы китайского посольства. Сам Гердинер предполагает, что китайцам нравились его законопроекты. Такие, как предложенная пару лет назад идея национализации железных дорог Британии. Но законодателю верят далеко не все. Журналисты уже раскопали его высказывания по самым разным поводам, так или иначе связанным с Китаем. И выяснилось, что Гердинер был довольно критично настроен, например, по отношению к продемократическим протестующим в Гонконге. А по таким вопросам, как преследование уйгуров, центральными властями Китая вообще хранил молчание. Сейчас законодатель пытается сделать хорошую мину при плохой игре и рассказывает о том, что никогда не вносил и не поддерживал законопроекты, непосредственно касающиеся Китая. И даже пытается шутить, говоря, что если Пекин инвестировал в него, желая с его помощью добиться каких-то своих целей, то это очень плохое инвестиционное вложение. Однако, похоже, это не совсем так. Китайские и еще и российские деньги давно оказывают влияние на политику свободных государств. Причем Пекину или Москве даже не обязательно с потрохами покупать министров и депутатов и требовать от них добиваться признания их странами законности оккупации Крыма или оправдания других преступлений. Куда более дешевым и, возможно, не менее действенным оказывается иной подход не хвалить, но и не критиковать спонсора, не требовать исполнить его волю, но и не возмущаться тем, что он пытается эту волю навязать. Формально в этом и нарушения закона никакого нет, а так проявление особой гражданской позиции. Поэтому военная разведка и пошла на такой нетрадиционный для нее шаг, как предание этой истории максимальной огласке. Британские разведчики понимают, что демократия гибнет в темноте, что без публичного внимания врагам демократии проще добиваться своего и подминать под себя свободный мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова